Яркие поединки, борьба до последнего. Внимание всех любителей карате в Иркутске 20 и 21 апреля было приковано к турниру Кумите Эволюши. Около тысячи спортсменов со всей страны боролись за победу в разных дисциплинах. Елизавета Кадникова долгое время занималась фигурным катанием, дружит с чемпионкой страны Александрой Трусовой. На коньках она показывала отличные результаты, но влюбилась в карате и не устояла перед его чарами. В свои 15 Лиза одна из лучших в своей возрастной категории. В Иркутске спортсменка из подмосковного Одинцова уже восхитилась Байкалом и сдала экзамен на черный пояс. Его принимал легендарный тренер Нельсон Корион. Это, наверное, вторые мои международные соревнования. Ну, разумеется, очень важное событие. Нужно показать свои лучшие стороны. Вчера здесь проходил экзамен на дан, на черные пояса. Я сдавала. Надеюсь, я сдала. Их работа на соревнованиях самая напряженная. Требует внимания и терпения. Арбитры говорят, удивляться уровню детей не приходится. На Кумите Эволюшн отбираются самые сильные. Уровень состязаний растет, а отсюда больше требований к судьям. Павел Черноусов – арбитр международной категории. Перед турниром для тренеров провели мастер-классы по безопасному обучению детей. Мы практикуем специальный подход, как обучать карате, в общем, опасному достаточно виду боевых единоборств, начиная с самого раннего возраста, минуя травмы. То есть хорошее, плавное подведение к настоящему мастерству минимальными разрушениями, как физическими, так и ментальными. Каратисты Иркутской области уже много лет показывают достойные результаты на всероссийских и международных соревнованиях. Состязания такого масштаба уже проводят в Иркутске не первый год. И, по словам организаторов, рост турнира отмечается во всем. Впервые добавили вторую разминочную зону для спортсменов, что позволяет избежать столпотворения перед татами. То есть, если вы заметили, у нас достаточно свободно, просторно. Спокойно работают секретари, судьи, спортсмены. Каждый знает свое дело, свою работу. Когда увезти спортсмена, когда привезти, когда отвезти его на награждение. Соревнования стали своеобразной репетицией чемпионата Европы-2019. Он, кстати, впервые за 15 лет пройдет в России, в Москве. Большинство призеров и победителей комитета Evolution – его фавориты. Александр Гаврилов, Константин Синицын. Новости сейчас.